Добрый день! Сегодня небольшой наш видеофрагмент посвящен двум моментам в общественно-политической жизни Украины, как объявленная Порошенко третья волна мобилизации и инициатива, прошедшая через Верховную Раду Украины инициатива по запрету коммунистической партии. Сейчас выразим просто несколько мыслей-слух по поводу вот этих решений. Сегодня мы все видим, что происходит на территории бывшей Украины, решения, которые принимаются высшим руководством остатков этого государства. В частности, вот решение о третьей волне мобилизации, когда все молодые здоровые мужчины в возрасте до 40 лет попадают в армию в качестве солдат до рядового состава и весь сержантский и офицерский запас попадет в возрасте до 45 лет, также будет призван. И основанием для того, чтобы остаться дома, является только наличие более пяти детей. То есть это говорит нам о том, что государство Украина продолжил курс на эскалацию конфликта, на дальнейшую милитаризацию. Но самое интересное, надо смотреть, кому выгодна эта ситуация. Если присмотреться, то очевидно, что она абсолютно невыгодна украинскому народу, абсолютно невыгодна центральной, западной, не говоря уже про юго-восточную Украину. Даже то, что ряд людей выходил на Майданы, выходил в ноябре, в декабре в месяце стоял, прыгал там, добивался свержения злочинной влады, но в итоге он получил владу в разы злочиннее, в разы преступнее. И абсолютно режим не учитывает интересы простого народа, то есть это сугубо компрадорский и олигархический режим, который формирует армию с одной целью. С целью борьбы за интересы крупного капитала, то есть олигархов, всех тех, кто сейчас при власти, Порошенко, Коломойский и прочих олигархов. И с целью борьбы за геополитические интересы Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Причем борьбы с разменной монетой, в которой выступают простые граждане Украины. Вот после этого решения о мобилизации, о этой непопулярной войне, это уже очевидно абсолютно. И единственный выход у народа Украины сохраниться, сохранить своих мужчин, это поднимать восстание против этого антинародного режима, выходить на площади, перекрывать улицы и магистрали. Потому что очевидно, что он бросит все мужское население страны на эту войну, абсолютно несправедливую для тех, кто ее развязал, абсолютно неправедную. Когда войска Украины, так называемые войска, а на самом деле отряды карателей, приходят на чужую для них землю, бьют из тяжелой артиллерии с помощью авиации и бронетехники, бьют в первую очередь по жилым кварталам гражданским населением. И превращаются в военных преступников. Поэтому понятно, что моральное состояние этих войск будет очень низкое. Понятно, что на самом деле никто не хочет воевать, тем более насильно мобилизованные, тем более за тех, кого заманили на пункты мобилизации обманом, говоря о 10-дневных сборах. И вот здесь сейчас они просто превращаются в пушечное мясо, которое умирает в интересах олигархов и их западных кукловодов. Очень скоро для каждого нормального человека это станет очевидно, но действовать нужно сейчас, потому что завтра будет поздно и ваши родные и близкие просто окажутся разменной монетой в этой игре олигархата из США. Второй немаловажный аспект происходящего это то, что в Верховной Раде Украины не то что в открытую обсуждался вопрос, а в принципе принято постановление о запрете коммунистической партии. Можно по-всякому относиться к коммунистической партии Украины, лично у меня отношение к ней, что она только по названию осталась, коммунистической, да, не по своему сути содержанию. Но, конечно, инициировали запрет не по этой причине, а инициировали запрет те депутаты Верховной Рады, те политики, которые представляют крайне правый спектр политических сил, то есть националисты уже на грани нацистов. Кстати, еще вот очень интересный феномен. Мы обнаружили, что так называемые национал-демократы, они очень резко попровели, покоричневели и сейчас уже буквально в спайке с нацистами запрещают любую идеологию, отличную от их мировоззрения. То есть у нас действительно на Украине, вернее на бывшей Украине происходит процесс, который можно назвать словом, двумя словами, обыкновенный нацизм. Но чем грозит этот запрет? Тем, что общественная, политическая жизнь, остатка Украины, там продолжится дальнейшая нацификация всех сфер жизни общества. То есть мы будем иметь некий аналог нацистской Германии 30-40-х годов, только уже теперь в 21 веке, и с идеологией интегрального украинского национализма. Наверное, за это стояли на Майданах, наверное, за это голосовали за Порошенко 25 мая, для того, чтобы получить полностью нацистское государство с людоедской идеологией. И чтобы потом, отравленные этой идеологией сыны и дочери, вот народа Украины отправились в интересах, опять же, Альгархата и их западных кукловодов, отправились на войну с некогда своими согражданами на территорию Донецкой и Луганской народных республик, на территорию Новороссии. Только для того, чтобы одни в угаре, националистического безумия, думали, что утверждают какую-то великую Украину, ну а другие в это время на их крови, на их слезах и страданиях будут делать свой бизнес, будут поднимать свои барыши. А третьи будут решать свои геополитические вопросы, в первую очередь США и Западная Европа. Но, конечно, в интересах простого народа подобное решение – это абсолютно абсурд, это не в интересах народа. Тем более, что большинство населения, я не говорю уже про юго-восточные регионы высшей Украины, я говорю про центральную Украину, большинство этого населения, предки этих людей сражались с советской армией, с нацизмом и с их прихлебателями, такими как носители этой ядовитой идеологии интегрального национализма АУНУПА. А теперь их внуки и правнуки будут отравлены этой идеологией идти на восток. Делать ровно то, что мечтал сделать Гитлер и его приспешники с населением Украины более 70 лет назад.